Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Сначала ознакомлю, что пишет армянское издание Грапарак. Уже стали появляться такие статьи, что уже скоро может Азербайджан пойти в наступление. И Армении надо приготовиться к серьезной войне. Велика вероятность того, что в ближайшие дни Азербайджан и Турция начнут широкомасштабную войну против Армении. Это заявил тюрколог, кандидат исторических наук, вооружан Гегамян. Вот он на фотографии. Сейчас ознакомлю, как этот самый историк, тюрколог, будет описывать, как будет происходить эта война. Довольно велика вероятность, что в ближайшие дни Азербайджан и Турция начнут эту войну против Армении. Что нужно знать в трех пунктах? На данный момент оподготавливаем турецко-азербайджанском широкомасштабном наступлении. Свидетелю существуют огромные скопления военной техники и войск по всей протяженности границ. Так, это Вайдзорской, Геркунисской и Сюнисской областей, ставшие почти ежедневными обстрелами. Агрессивная риторика военно-политического руководства Азербайджана и Турции. Пропагандистская подготовка, мобилизация резервов в Азербайджане. Если это наступление будет, то этот раз оно будет со стороны Нахичеваня, охватив участок от Яраська до южных рубежей Сюника. Сейчас я вам покажу на карте. В общем, вот здесь Яраськ, вот тут Ереван. И этот тюрколог говорит, политолог, что Азербайджан и Турция будут наступать по всей территории соприкосновения границы Армении и Азербайджана. Очевидно, что в этом направлении враг ведет большую подготовку. Возможно, в этом вопросе Турция будет вовлечена не только в роли координатора, но и примет непосредственное участие в этой войне. В случае наступления перед турецко-азербайджанскими войсками будет поставлена задача не только создать в Армении полноценную панику и подтолкнуть безоговорочные капитуляции на всех условиях, так, чего и ждут, он говорит, про турецкие власти, чтобы Армении, чтобы пойти на все необходимые уступки. Ну и будет сделана пытка отрезать север республики Армения от юга. Сейчас я вам покажу, как это примерно будет выглядеть. В общем, вот он думает, что вот этот север будет отрезан от юга и от Армении останется только половина территории. И вот так конкретно он пишет, как это будет происходить. На самом узком участке Армении по линии Джерму-Квайк, ширина которого не превышает 30 километров, вот он думает, что... Сейчас я поближе подтащу. Вот Джерму-Квайк, видите, вот эти вот армянские города, и он думает, где-то здесь будут резать Армению на две части. Ну, здесь вот самый... Сейчас я посмотрю расстояние. Так, сколько туда? Да, тут 30 километров даже нет. Так что где-то здесь вот... Он говорит, все, Армения будет пополам разделена. Ну да, почти 30 километров. В общем, эта часть отойдет Азербайджану, вот эта вся, а эта останется армянам. И вот что еще сообщает. Да, чтобы преодолеть такое расстояние, войскам Турции и Азербайджана необходимо несколько часов. Ну, что там 30 километров, конечно. С двух сторон спецназы, турецкие, азербайджанские, быстро все пополам разрежут. Излишне говорить, что де-факто власти Армении нет не только возможности, но и желания противостоять этой угрозе. А в случае успеха этого плана, государство Армении фактически прекратит свое существование. Ну да, правильно, если сейчас армянам бы отрезать половину территории, это что уже? Это все, это уже не Армения, это вся территория Азербайджана будет тогда, вот. И все. Так я говорил раньше, что Азербайджан все-таки решится, думаю, вот здесь, да, как раз вот показана линия, обрезать свои, вернуть свои исторические земли. Армения прекратит свое существование. Однако Армения не обречена, и есть возможность противостоять этому. Первым шагом, необходимым шагом для этого является остранение де-факто власти Армении, то есть Пашиняна. Только в этом случае приложенные всеми нами усилия от окопов до информационного поля будут эффективны. Остальное самообман. Так что, видите, уже такие статьи в армянских изданиях. А вот НАТО пригласили Армению в альянс. Вот ассистенционная новость, видите, Пашинян улыбается, со Столтенбеггером стоит, уже готовится вступать в НАТО. Председатель Европейской комиссии по расширению из Северо-Пашиньского альянса Гюнтер Феллингер призвал Армению присоединиться к военному блоку. «Я призываю Армению вступить в НАТО», написал чиновник, упомянув премьер-министра имени Никола Пашиняна и президента Джо Байдена. Так, последнего он попросил защищать Армению. Так что, если Азербайджану время дорого, надо быстрее делать эту спецоперацию, потому что, видите, Армению уже могут быть и в скором времени, ну, сначала заявку подаст, но, я думаю, в ускоренном времени ее примут, потому что там очень русские базы выгонят с Армении, а НАТОвские базы поставят. В июле Пашинян называл условия для вывода российских миротворцев из Карабаха. И накануне в интервью итальянской СМИ назвал ошибочной зависимость от России в сфере безопасности. Дипломатический источник ТАСС указал на недовольство в Москве последними заявлениями армянского лидера. Российская сторона расценивает их как неприемливые по тону и содержанию с прицелом на перекладину на Россию ответственностью за свои собственные ошибки и просчеты. В общем, все. Сейчас Армению будут пытаться искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя Армению Пашиняна в качестве средств реализации этого плана. АРФ при этом не собирается бросать регион. Как сказать, она... Кровь из носа будет здесь держаться. Там у них база здесь военная в Гюмри. Если потеряют Армению, все. Иран, союзник России, поставляет вооружение, помогает. Их обрежут. Здесь страна НАТО будет стоять базы. А странам НАТО выгодно. Это территория Армении. Они будут здесь разберутся с иранскими мулами. Поставятся и военные базы натовские здесь на границе. Если что, какая провокация, они быстро тут наведут порядок. У них оружия полно, чтобы, как сказать, навести порядок в Иране и сместить власть этих Хамени и всех этих мул. Так что, видите, НАТО уже собирается Армению приглашать. Армению позвали в НАТО. В Москве посоветовали Еревану посмотреть на Украину. Видите, в Москве стали угрожать Еревану. Посмотрите на Украину, что с вами будет. Вопрос вступления Армении в НАТО решает руководство страны. Однако, не эта не лучшая ситуация, выражая в Кавказе. Не окажет помощи Еревану в решении задач по безопасности. Об этом заявил заместитель главы Международного комитета России Владимир Джабаров. Вот он на фотографии. По его словам, НАТО преследует единственную цель создать очаг напряженности у российских границ. НАТО является агрессивной, абсолютно дестабилизирующей структурой, которая занимается откровением русофобскими делами. Если есть сомнения, пусть посмотрим ситуацию на Украине. Стало ли там безопаснее после того, как Украина захотела вступить НАТО и проводила политику максимально возможного сближения с этим агрессивным блоком, сказал это Джабаров. Российский сенатор понадеялся, что армянский народ примет правильное решение. Джабаров напомнил, что Армения является ближайшим союзником России по ДКБ, а также членом Евразийского экономического союза. Открыто угрожает армянам уже, если вступить им надо, у вас будет как на Украине. Вот этот. А вот я раньше вам сообщил, что этот самый глава НАТО, австрийец Гюнтер Феллингер, он глава Европейского комитета, обратился к Николу Пашиняну с призывом присоединяться к НАТО. Вот, видите, уже показаны флажки Армении и НАТО, мол, все, Армения уже готовься, мы вас скоро примем. В России начинается истерика. Так, и вот еще тут есть такой проармянский Затулин, и он тут наехал на Пашиняна. Пашинян разочаровал проармянского Затулина, видите, он уже кулаком машет. Пармянский первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин пришел в бешенство из-за заявления Пашиняна. Так, Пашинян все больше, все откровение, все развязные, говорит о России. В ходе официальных переговоров с нашими делегациями Пашинян ведет себя более недружественно. Он считает, что оппозиция недостаточно сильная, достаточно скомпрометирована тем, что ее гульно обвиняют в грехах прошлого. Пашинян в случае своего успеха придет Армению к положению обычной ближневосточной страны, где купи-продай является главным смыслом, где нет никаких существенных национальных интересов, кроме личного преуспевания. «Есть уже в его окружении люди, которые откровенно ставят на совместный бизнес с турками, азербайджанцами и так далее, что раньше было категорически невозможно», заявил Затулин в интервью. Затулин добавил, что противникам Армении было бы выгодно, чтобы Никол Пашинян и его правительство находились у власти. «На Западе уверено, что действующий пример способен вытеснить Россию из республики», пояснил парламентарий. «Ну да, Затулин нервничает, говорю, что все, скоро Армения будет страна НАТО и Россия будет кирдык. Но в это время армяне обстреливают азербайджанские позиции». Нахичевань под обстрелом Азербайджан ответил. «Говорю, сначала шли бои. Сейчас я вам покажу, где. Так, вот здесь есть такое сотк. Вот здесь ожесточенные сражения, я вам там ссылки роликов давал. Шли за сотка, теперь перекинулись сюда на границу в этом направлении. Вот здесь идут сейчас, начались перестрелки. В общем, сами армяне провоцируют и обстреливают Нахичевань. Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 4 сентября в 10 часов подразделение Оржённых сил Армении в направлении населённого пункта Арадзен обстреляли стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенного в направлении населённого пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеваня. Азербайджан принял ответные меры». В общем, армяне нарываются, говорю, уже сколько можно, говорю, провоцировать Азербайджан. Говорю, Льха Малиев скоро ударит своим железным кулаком по башке Никола Пашиняна. К этому идёт. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. , Продолжение следует...